Путешествие сознания Манас Атавыстың руху дағыле Кыргызстарда бар деген сөз. Дағыле бар деген сөз. Ең қымбат мерсе Кыргызстан үчін ұшу адамдың иманы, руху. Манас Атавыст көп ұлуттарды біріктіліп Кыргыз еніндер атыса, Өзінің еңгегі менен, қазалығы менен, қаланты менен, Кыргызстанды бүттіне бәттің қандыққан. Қошанлықтан бұндан ары, балдар үшін қойға тағысықшы, балдар үшін. Чиновниктерді, чондырды, жебайларды туыра бақыла. Чингіз қавас қоқшық, өзінің еңгегі ісіменен езінгерді қалтарыға. Құшын шын, қоқшын. Құшын шын, Құшын, қандыққұны. Құшын қақшын. Я помню, как-то я рассказал притчу, вот, убежавшему президенту, есть такая притча, у одного Ахсахала, старика, был очень жадный сын, и он его и так пытался перевоспитать, и я так не смог. И он уже больной был, умирал, и сказал сыну, говорит, сыно, вот похоронишь меня вот в этих носках, и дал ему узелок с носками, и он умер, а когда он умер, пошел сын его к имаму, говорит, вот надо похоронить в носках, а у мусульман надо хоронить только в саванне, ничего больше не полагается, кроме саванна. И имам сказал, слушай, у нас по традициям мы не имеем права даже носки одеть, и похоронили как положено, а сын пришел домой, все равно жадничает, думает, а почему эти носки отец хотел одеть, наверное, они золотые, или там что-то есть. Открыл узелок, там носочки, смотрит записка, и в записке написано, сынок, на тот свет даже носки с собой не заберешь, то есть, понимаете. Я вырос вот в том доме, сейчас покажу, тут был сад, конечно, был сад. Яблони. Яблони, груши, ну вот, ну груша вон, красавица. Да, да. Тоже стареет, правда, видно. Надо штукатурить или смысл? Нет, это бесполезно, это он настолько старый, я помню, как мама сама штукатурила. Сколько же лет ему дома? Ну, вот если мне 55, а я в этом доме и вырос, это... В этой половине был сад, а в той половине был огород, там семечки, картошку, кукурузу. Это вечно моя пахота была, школьник вот. Еще мы пару вот таких участков, как бы, арендовывали, видимо, родители, и тоже, я помню, пахал. А пахался в детстве, тяпкой намахался, полоть, полить, ну, сажать. Здесь же и Джамиля снималась, да? Да, Джамиля, говорят, там снималась, вот, в ущелье. Главное, никто не верил, что мы поставим, и я сам думал, поставим или нет, успеем. Надо было деньги найти, отлить, привезти. Меня зовут Дюйшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Красивая девушка. Спасибо. Роза Исака, мы приехали. А вон Алмазбек. Сейчас. Вероприятие сейчас начнется. На самом деле сила власти, она в доверии людей. Если люди поверят, то там не нужна никакая армия или милиция. А если люди не верят, то и не спасет никакая армия, милиция. Это надо признавать, это надо понимать, что если люди не верят, мы же видим в тех же странах Ближнего Востока, что ни одна армия, ну, ни танки, ни самолеты, ни пушки не спасут. Не спасли же он того же Каддафи. То есть здесь нужно доверие людей. Ну, да, чтобы люди поверили. Да и советские власти. Так меня обрадовал Миллер. Я знал, что у нас есть запасы нефти, но как бы официально никто не подтверждал. А негласно, вот, лучший министр нефти и газа Союза, Олег Пьеров, я знаю, говорил, что у нас есть. Сегодня он официально подтвердил, что запасы нефти у нас, вот так, и газа. Их, у нас свой бензин будет, своя солярка. Но это же нужно развить. Ну, Газпром сразу сейчас приступает к разведке. 103 миллиона долларов сразу вкладывает, 3 миллиарда рублей. Сразу же. Ну, мы вас хотели, хотим еще пригласить к семье института, который будет у нас там. Да, Егор, вот здесь, кстати, твой батюшка. Матушка, начинали на Курнешкому свою творческую географию. Да. А вот старые мельницы. А ты, Най, сколько тебе лет? А зачем тебе знать? Все равно в школу не пойдет. Чего уши развесила? Тут родных детей в школу не отправляют. Не только что сирот. Ты что говоришь? Она же не виновата, что она сирота. Если тебе она не нужна, нам нужна, советской власти. И здесь очень много мне, вот очень много мне напоминает о моем детстве, потому что Талимуша к ней, ну, естественно, мама, первый учитель. Здесь Улан. Здесь очень много вещей. Вот тут вот шинель стоит, оказывается, в которой ходил главный герой, в первую очередь. Был вот бешенолист. Да, да, да. Очень, очень здорово, что... Знаете, мама же получила за эту роль приз в Венеции, я добрала ее у Джейн Хон. Они соревновались с Джейн Хон. Я, по-моему, говорила. Удивительно. Мне очень понравилось, я же общаюсь с первыми лицами, мне очень понравилось, как вот народ пришел на Кыргызский, народ пришел пообщаться, ну, не в несколько журналистов, несколько сотрудников, вот. Такой нормальный разговор был, не было вот такого, так сказать, чудовищного подобострастия, да, такого, да, история с происхождением, да, Кыргыз, так сказать, что... Сорока народов, да. Сорок народов, да? Нет, второе, извините, второе понятие, второе понятие, что, так сказать, что не было никогда Хана. Ну, родители у меня не богачи, не начальство, а с простой семьей. Они всю жизнь вот жили вот такой саманный дом. То есть всю жизнь отец бы жил здесь и в город не переезжал? Нет, он в городе работал, он был рабочим завода имени Ленина, но потом он получил там грыжу. Наборвался. На заводе Ленина. Так-то он землю посмотрел, он же фронтовик, воевал, наверное, там и по России прошел, и, по-моему, в Европе воевал. Вот мне родители, как бы, может, ничего и не оставили, но они очень много оставили хорошего во мне. Я помню, вот моя мама, вроде колхозница простая, ничего, в принципе, мало хорошего в жизни, наверное, видела. Но я помню, однажды она мне вечером говорит, я, как всегда, книгу читаю, «Алмаз, алмаз, срочно выйди на улицу». Ну, вечером. Я вышел, она мне говорит, ей уже 70 с лишним лет, говорит, посмотри, какой закат, как красиво. Меня это вот до сих пор, я поражаюсь. Она, у нее нет ни художественного образования, ни музыкального. У нее там, может быть, 4-5 классов и образование-то, может быть, было. Но она так понимала красоту, как это чувствовала, и обостренное чувство справедливости. Этот дом мне, конечно, дороже всех почему-то. Мне даже, если сон снится, прадедство, я в том доме, вот в этом, саманном. В этом доме я себя не вижу во сне. Я все сны, вот, детство или инус, я вижу в том сне. В том доме во сне всегда. Мне уже сколько говорят, надо снести, новый дом построить, но рука не поднимается. В принципе, жить-то есть где, а так все-таки память. Не знаю, что делать. Если что-то и делать, надо, чтобы какой-то след остался. Ехал сюда, думал, дворец будет стоять здесь. Вот такой, в общем, дворик. Благодаря этому великому человеку я появился на свет. Но это самое важное событие в моей жизни. Мой папа пошел в кино, моя мама стала актрисой. Поэтому для меня это праздник двоим. Слова матери меня и отца часто выручали. Я помню, когда был такой момент, мне идти в правительство 4 года назад, работать или нет. Я должен был пойти, и при этом я знал, что, возможно, я похороню себя как политик. И тогда, помню, наш политик Дорумбек Садарбаев меня уговаривал. И мамины слова я вспомнил, когда тоже вот такая ситуация, раскола была в Север-Рюке. И тогда я вспомнил слова мама. Она мне говорила, что, сынок, лучше всего, когда, если ты хочешь быть человеком, то надо всегда быть как бы мостом. Соединять разные берега. Соединять разных людей. И быть мостом, который поднимает и хорошего, и плохого. Понимаете? Быть мостом. Все это надо поднять, через себя пропустить. И соединить то, что разобщено. Вот такие фразы, которые остаются от родителей, они помогают нам жить. Это главное наследство для меня. Воспитание моих родителей. То, что они меня научили работать, верить всегда, что можно всегда добиться своего, если честно работать, честно жить. Не быть выше людей, не ставить себя выше людей. Я хотел бы, конечно, чтобы моим детям, внукам, вот именно это осталось. Я уверен, так и будет. У нас почему колпак одевают? Говорят, башен амамбосум. Как это? Главное, чтобы была голова на плечах. Ну-ка, попробуем на Каргастангана-Варда. Эй, Егор, попробуем, как идет колпак. Ну-ка. Ну-ка. Не в место. Классно. А? Ты не мочишь, ты на 100%. Классно, да? Нет, идет, между прочим. Как ты тормозил? Нет, нет. По кому идти? Все поместились. Да? Улыбка. Улыбка. Помнил, что ты режиссер. Да, да. Внимание. Улыбнитесь. Да. Можно больше не снимать? Да. Как у меня идти, да? Что? Это серьезно? Можно меня с выручить? Можно меня с выручить? Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Диана! 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 Самое главное, что я хотел бы оставить, это, конечно, доброе имя, честное имя своим детям, чтобы и дети, и внуки гордились, даже когда мне не будет, сказали бы, а вот наш папа, наш дед был честным человеком, был порядочным человеком, сделал вот это для страны, все, что сделал для страны, потому что, я думаю, это самое главное, это самое главное. Все те, которые какие-то моря, каких-то пытаются сокровищ, богатства построить, вот вы же сказали, я ожидал дворец увидеть. Для меня, например, вот этот саманный домишко родителей, или этот дом, где мама жила, который я сам построил, он мне дороже любых дворцов, я ни на какой дворец не променяю, и не хочу их строить, честно говоря, потому что все приходящее, все пройдет.